Всем привет, мои дорогие, кто смотрит этот эфир в записи. Ну а я сейчас пока подожду пару минуточек, пока ко мне присоединятся мои коллеги, мастера. Я думаю, не стоит мне представляться, но мало ли сейчас будет кто-то из новеньких, всё-таки скажу. Меня зовут Сахарова Галина, не буду перечислять все свои регалии, свой огромный список. Так скажу вкратце, мастер с огромным стажем, который даже неприлично озвучивать. Также автор своих пособий для курсов по моделированию, маникюру и дизайну ногтей. Дизайну особенно важно, потому что у нас сегодня прямой эфир именно по дизайнам новогодним. Всем мастерам нужно быть максимально готовыми к новогоднему пилилову, ведь все клиенты хотят быть нарядными, блестящими, красивыми. В общем, будем с вами готовиться. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как меня видно-слышно, так скажем, для проверки связи. И уже с вами начнём. Сегодня, кстати, расскажу вам про новые коллекции от Planet Nails. И, конечно же, порисуем гель-лаками, сделаем тушёвочку при помощи акварельных капелек. Также будет постановка светотени, роспись тоненьких линий. Всем здравствуйте, всем здравствуйте. Сердечки, вижу, летят, значит, меня хорошо видно и слышно. Ну что, приступаем. Сейчас я переверну камеру. Привет-привет, всем привет. Так, такой технический моментик. Мой красивый лоб. Так. Ну, давайте я вам покажу новогодние дизайны, которые мы будем с вами выполнять. Такая у нас красивая раскладочка. Итак, нарисуем сегодня вот такие красивые звёздочки. Кстати говоря, кто с прошлого прямого эфира отрабатывал дизайн и присылал мне в личку их, вы просто огромные умнички. Ну, я каждый ответила лично. Сегодня порисуем вот такие звёздочки. Далее сделаем красивый магнитный шар двухцветный. И вот такой вот с акварелькой нарисуем. Покажу, как с ней работать, как её тушевать, какую жидкость применяем. Так, ну что, приступим. Давайте начнём как раз-таки вот с этого красивого шарика. И буквально секундочку я поправлю штатив, потому что я вижу, что у меня его видно в кадре. Вот так. Отлично. Ну, это такие технические моменты, которые просто-напросто не избежать. Итак, берём этот типсик сейчас мы с собой. Отрываю от палитрки. Кстати, приготовила вам показать. Меня очень часто спрашивают, на что я креплю типсы на палитре и типсики, которые вот на таких магнитиках, где я рисую. Эта штучка называется FixGum. Её можно заказать на Валбересе. Выглядит она вот в таких вот палеточках. Таких жвачечек нарезанных. Канцелярская жвачка. Вот таким образом она отрывается. Мы её скатываем и уже клеим к самому типсику. В поисковике Валбересе прям так и пишите. Канцелярская жвачка или FixGum. И он вам всё выдаст. Ну что, берём наш шарик. Сейчас мы его прикрепим красивенько здесь. Что я здесь буду использовать? Я уже заранее подготовила чуть-чуть типсик. Покрыла его белым гель-лаком. Белый я использовала из коллекции Black & White. Номер 440. Идеальный белый в один слой покрывается. Далее этот типс я сейчас перекрою топом вельвет. Вот он у меня. Давайте мы с вами покроем. Покрываем типсик топом вельвет. И отправим на полимеризацию. И далее приступим к прорисовке нашего красивого, необычного новогоднего шара. Обычно просто, как мы делаем, да? Рисуем кружочек блёсточками. Добавляем объём топом или базой. Ну и, в принципе, всё. Дорисовываем бантик. Шарик готов. Здесь же мы немножечко побалуемся и блёсточками, и акварельными капельками. Нанесла топ. Отправляю на полимеризацию в лампу на 60 секунд. Обожаю этот топ, потому что по тактильным ощущениям он очень приятный. Потом на ноготочках он именно вельветовый. Также в носке он не пачкается. Я его обожаю. Так, все материалы, которые я буду показывать, их можно будет заказать на официальном сайте Planet Nails. Кому нужна будет ссылочка, я вам её скину. Напишите мне, пожалуйста, в личку. Или же можете пройти в группу Planet Nails. И у них в шапке профиля есть ссылочка на сайт. Готовлю палитрку. И сюда что мне потребуется? Мы будем использовать блёсточки. Ну, конечно, куда без них. У меня коллекция диска. Это блёстки плюс светоотражайки. Капаем на палитрку. Далее мне потребуются акварельные капельки двух цветов. Я вам скажу их по номерочкам. Это у нас неоново-розовое. Номер 304. И такая тёмно-чёрно-асфальтная. Чисто чёрной акварели нету. Она такая прям тёмная-тёмная будет. Два вида акварельки. Что я делаю? Конечно, ей можно работать прям кисточкой из флакона. Она очень удобная, очень тоненькая. Сейчас камера у меня сфокусируется. Очень тоненькая. То есть можно работать прям этой кисточкой. Что делаю обычно я? Набираю кисти из флакона и капаю её немножечко на палитру. И я буду работать совсем другой, отдельной кистью. Я вам её тоже покажу. Набираю материал на палитру и оставляю. Поскольку эта акварель спиртовая, она химическая, она сейчас на воздухе очень быстро высохнет. То есть у меня останется вот такое вот пятнышко. Далее я буду в работе своей использовать также жидкость для аквареля. Там секундочку забыла её себе приготовить. Жидкость для аквареля. Вот в такой бутылочке она. Для того, чтобы смачивать в ней кисть и уже забирать её с палитры. Итак, вторую акварельку точно так же капаю на палитру. Она у меня точно так же очень быстро сейчас здесь высохнет. Я её, кстати, чёрную буду использовать ещё и в дизайне со звёздочкой. Акварелькой очень круто ставить теневые части на наших дизайнах. Итак, мой ноготочек уже заполимеризовался. Я снимаю остаточки дисперсии. Стопа, вельвет. И сейчас мы приступим к рисуночку. Чтобы облегчить себе задачу, что вы можете сделать? Сейчас вам такой лайфхак покажу. Вы можете взять простой карандашик и сделать себе набросок этого рисунка. Переборщила я с обезжиривателем. Так, каким образом? Мы берём простой карандашик. Обычный. Вот такой у меня. Как ручка автоматический. Чтобы он у меня тонко рисовал, я беру его и подпиливаю опилочку. Каким образом? Ставлю на пилку и с одной стороны чуть-чуть его подзатачиваю. Вот такой остренький он у меня получается. И далее им уже рисую. Мне нужно в этом дизайне наметить себе сам шарик и вот эту вот пипочку, за которой у меня держится верёвочка моя. Простым карандашиком просто рисуем, а потом материалами мы всё это будем обводить. От обезжиривателя даже фиксгам отказался работать у меня. Купила себе новую пумпочку и пока не приспособилась к ней. Так, закрепили наш типсик и начинаем рисовать. Если вдруг... Сейчас камера у меня сфокусируется. Если вдруг я буду уходить из кадра, вы мне, пожалуйста, об этом сообщите, напишите, потому что я смотрю на свои ручки немного сбоку, потому что сверху висит телефон и он у меня мешается. Итак, что я делаю? Намечаю себе круг, свой шар. Сейчас мы магнитик другой возьмём. Отлично. Намечаю себе шар. Ага, видно меня. Отлично. Карандашиком, скорее всего, сейчас я, конечно, проверю, как это видно на камере, но, скорее всего, видно очень плохо, потому что точно. Когда вы будете работать, делать этот дизайн на клиенте, вам будет видно всё очень хорошо. Я сейчас такой мелкий-мелкий набросочек прям чуть-чуть себе сделаю и уже вернусь к вам, чтобы мы с вами прорисовывали. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, виден этот набросок или нет. Когда я его сделала карандашиком, далее мне нужно... Нужно-нужно. В работе буду использовать лайнер белый и лайнер чёрный. Давайте сначала начнём с чёрного. Это высоко пигментированные гель-красочки, которые используем. Нет, не видно. Всё, спасибо, Олечка, большое. Карандашик, потому что он бледно рисует, но когда на клиенте будете работать, вам же будет всё видно. Здесь просто камера не передаёт. Это такой вам лайфхак, чтобы примерно хотя бы понимать, наметить себе карандашиком, где вы будете рисовать, чтобы вам по рисуночку, просто по его расположению на ноготочке убраться. Итак, сейчас будем работать лайнер-гелем. Это высоко пигментированный гель-краска специально для тонких линий. Набросок. Да, Оль, я поняла, что набросок не видно. Также я для работы беру тоненькую кисть. У меня номер, она 21025, также от Planet Nails. Набираю на палитру чёрную гель-красочку. И давайте уже, раз простой карандашик не видно, будем сразу рисовать гель-красками. Так, сразу рисую себе кружочек и рисую себе шарик. Ручка клиента поворачивается у нас в разные стороны. Об этом не забывайте. То есть я часто слышу, что на типсике рисовать удобно, потому что, ну, как хочешь его повернёшь. Также и ручка клиента. Сейчас я типсик поставлю. Ручка клиента поворачивается в разные стороны. Свою ручку покрутите. Вам же удобно? Удобно. Также и клиент повернётся так, как нужно вам, ради того самого красивого дизайна, который она хочет. Напитываю кисть. И тоненькой полосочкой прорисовываю. Если вы этим материалом, лайнер-гелем, решите, например, заполнить полу-ноготочка, то он у вас просто-напросто не заполимеризуется, потому что составляющая пигмента здесь очень большая. Только для тонких линий лайнер. Не забывайте об этом. Я, кстати, лайнер-гелем такой лайфхак вам подскажу. Очень люблю дорисовывать тоненькие усики у Френчей, потому что получается тонко и пигментированно. Просто супер. Нарисовала себе кружочек. Далее мне нужно нарисовать вот эту пипочку, где у меня будет держаться верёвочка от моего шарика. Рисуем пипочку. Все схемы, то, что я сейчас рисую, вы можете скринить. Если вы заскрините, получается, вы сможете повторить. Если вы этот дизайн повторили, неважно, на типсике, на клиенте, фотографируйте, выкладывайте в социальные сети и не забывайте нас отмечать. Нам будет очень приятно. И мне, и Planet Nails. Если вдруг что-то не получается или остаются ещё вопросы по дизайну, вы всегда можете написать мне в личку. Я с радостью с вами пообщаюсь, всё объясню и разъясню. Ну вот лайнер-гелем уже, да, поярче. Видно, что я рисую. Карандашик, конечно, такой полупрозрачный. Так. Смотрите, какая у меня пипочка красивая. И теперь я сейчас тут же нарисую. Смотрите, этот уже вариант я могу заполимеризовать. Но я сейчас этого делать не буду. Я продолжу рисовать свой шар, потому что я в себе уверена. Если вдруг вы не уверены, что у вас получится, например, тоненько нарисовать вот эту петельку, который сажается на ёлочку в дальнейшем, лучше заполимеризуйте и продолжите рисовать потом. Потому что если вдруг рука дрогнет, и вам придётся эту петельку стереть, естественно, вам придётся стереть весь рисуночек полностью. Итак, рисуем сначала одну петельку, которая у нас железная на новогодних шариках, да. Сейчас, я думаю, все ёлки украшают, и все понимают, о чём я говорю. Как выглядят наши новогодние шары. Так, и уже рисуем нашу красивую верёвочку. Верёвочка уже, как прям ваша рука ляжет, насколько большую вы захотите её нарисовать, так и рисуйте. Ну, или насколько вам позволит ноготочек клиента. Так, и сейчас мы отправим на полимеризацию, и начнём уже работать. Сначала мы добавим блёсточки. Я закончила прорисовку лайнер-гелем, и отправляю на полимеризацию 60 секунд. Отправили. И сейчас мы продолжим рисунок блёсточками. Всё, возьму его поближе. Внутри шарика у меня лежат блёсточки, но они растушеваны к центру. Сейчас покажу, как мы это делаем. Я меняю свои кисти. Беру кисть чуть-чуть потолще. Этой кисточкой я обычно прокрашиваю в зоне у кутикула гель-лак у клиента. Ой, Инночка, привет! Красивый, да, сейчас нарисуем. Номер. Вы видите, насколько у меня рабочая кисть, что даже номер на ней стёрт. Если вам интересно, какими кистями и номерами я работаю, напишите в комментариях. После прямого эфира я всё вам пришлю. Скину также в комменты. Итак, после полимеризации достаем типсик. Что я делаю? Вы помните, да, что у меня была коллекция диска. Вот сейчас я сюда добавлю. Номер 151. Это блёстки и светоотражайки. Я набираю с палитры этот гель-лак и по периметру шарика его рисую. Но не заполняю шар, потому что я сейчас здесь буду стягивать материал к центру. У меня он такой растушеванный получится. Могу не затрагивать зону, где у меня рубчики от пипочки. Туда я просто кистью подтяну тихонечко материал. Нанесла по периметру. Смотрите, кисть вытираю о сухую салфеточку. Не промываю. И далее просто эту границу, которая у меня есть, я её тушую к центру своего шара. То есть в центре он у меня будет как будто бы прозрачный, а по бокам блестючий. Красиво. Очень красиво. Сейчас ещё добавим акварельных капелек розовых. Розовый, мой любимый. Мне кажется, он у меня есть везде. Отправляю на полимеризацию. Здесь на полимеризацию можно отправить прям вот секундочек на 10-15, потому что блестящие гель-лаки это прозрачные гель-лаки просто с добавлением шиммера. И полимеризуются они очень быстро. И в любом случае они у вас дополимеризуются до конца. Итак, достаю свой типсик. Далее, что хочу сделать. Немножечко в центр меняю кисти. Беру кисть для акварельных капелек. Это кисть, кто-то её называет кошачий язычок, кто-то лепесточек, кто как. Опять же, кисть настолько рабочая, а нет, видно номер. 20, нет, не видно. Опять же, номер, настолько рабочая кисть, что номер стёрт. Опять же, пришлю всё в комментариях. Далее, работаю жидкостью для акварели. Она у меня налита в отдельный стаканчик. Я смачиваю кисть, и обратите внимание, как у меня акварелька на палитре высохла. Прям совсем высохла, потому что она спиртовая, спирт испаряется на воздухе. Кисти я смочила, немножечко отжала о салфеточку, и далее начинаю её размывать на палитре. Видите? Она у меня набирается на кисть. Что я делаю дальше? Переношу всё это на свой шарик. Кисти опять смачиваю, и размываю свой розовый цвет. Просто размываю. Вот такая красота. Отлично! Мне нравится. Камера не передаёт яркости. Я сейчас вижу вживую, у меня это смотрится поярче. Ничего страшного. Так, далее. Мне нужно разукрасить вот эту пипочку. Я это буду делать чёрной акварелькой. Также смачиваю кисть, набираю её с палитры, размываю, и смотрите, тихонечко начинаю размывать самые тёмные части. Самые тёмные. Представляем, что свет у нас светит сверху. И представляем, куда, на какие части нашего шарика попадает свет. Ну, допустим, свет у меня светит, солнышко, да, с этой... Нет, давайте вот с этой стороны, с левого верхнего угла. Соответственно, шарик у меня немножечко под наклоном стоит, то есть вот примерно вот так. Видите, вот здесь тень сейчас создаётся. Так же и у шарика. Я её дублирую. И так же тёмная часть. Хочу вот чуть-чуть вот здесь вот уголочки подзатемнить. Отлично. Всё. Поскольку ноготочек у меня покрыт топом вельвет. Вельвет впитывается акварель прекрасно. Она не смоется. Мы её в дальнейшем ничем не перекрываем. Можем оставить прям так, но это будем не мы, если мы так сделаем. Продолжаем наш дизайн. Так. Нам нужно далее добавить объём на наш шар. Я это буду делать однофазным гелем прозрачным для моделирования. Вот он у меня. Камера скушировалась? Отлично. Беру тоненькую кисть и добавляю объёмчиков в свой шар. Убираю пока палитру. Набираю капельку геля. Насколько вы сделаете объёмным свой шар, это опять же на ваше усмотрение. Хотите в две капли сделайте, хотите в три. Шары, кстати говоря, можно ещё и прям если прям совсем объёмные хотите, можно сделать и отдельно. этот дизайн называется кандибол. Но чаще всего мы делаем кандиболы с цветами. Мастер-класс тоже у меня скоро по ним выйдет. Но с новогодними блёсточками можно тоже. Нанесла гель, что делаю далее? Галь, сохрани фир, пожалуйста, обязательно. переворачиваю ноготочек, так как я это делаю при выравнивании либо базы, либо геля. У меня формируется шарик и отправляю в лампу на полимеризацию. Вот здесь уже 60 секунд. Далее я перекрою этот шар объёмный топом без липкого слоя. Поверх топа я нарисую снежинку, тем самым визуально добавлю ему ещё объёма. Кисть от геля промываю. Я люблю два топа без липкого слоя. Так, вот он у меня обычный классический и мультитоп. Что такое мультитоп? Он без ОФ частиц, то есть он не отдаёт синим, например, на чёрном. Да, как это часто бывает с топами у нас. Я буду использовать его. И ещё он чуть-чуть пожиже, чем просто топ без липкого слоя. То есть он ляжет более в тонкий слой. Достаём наш штипсик, наш ноготочек, шарик, перекрываю его топом и вновь отправлю на полимеризацию. Можно также перевернуть шарик до выровнять. Переворачиваем. Он у нас сам выравнивается. Отлично. Отправляем в лампу, полимеризация 60 секунд. Пока он у меня в лампе, я готовлю следующий материал для своей работы. Это у меня будет белый лайнер. Всё так же лайнер для тонких линий. Сейчас я кисточку от чёрного промою и продолжим нашу роспись. Дорогие друзья, кто у меня в прямом эфире, напишите пожалуйста, как видно, слышно, всё ли понятно, объясняю, рассказываю, показываю. Очень важна и нужна ваша обратная связь. Набрала материал, также ставлю на палитру и далее мы сейчас добавим объема при помощи снежинки, которая находится в шаре и также добавим объема к самому шарику чуть-чуть нарисуем блики. Всё шикарно, не видно, слышно. Ниночка, спасибо тебе большое. Достаем наш шар. Что мы делаем дальше? Давайте сначала добавим чуть-чуть объема. Как мы это делаем? Представляем ой, испачкалась я. Представляем наш свет, да, он у нас светит из левого верхнего угла. Соответственно, блики отражают наш свет. Итак, прям вот на пипочке раз, запятую небольшую, видно, отлично. Далее я хочу добавить на шар прям чуть-чуть, раз с одной стороны. Внизу у меня будет теневая часть сердечки ваши. Вижу, спасибо вам огромное. Внизу белый гель-краска я не прорисовываю, потому что там у меня нет цвета, там у меня будет синевая часть. И также хочу немножечко бликов добавить на саму свою веревочку. Обратите внимание, что сейчас я по белому фону, по белому гель-лаку рисую белой краской. Конечно, в камере это, возможно, не очень видно, но на ноготочке видно очень ярко. Почему? Потому что разность фактур. Матовый ноготочек, а прорисовка, которую мы делаем гель-красками, она глянцевая. Матовая и глянцевая поверхность на одном ноготочке смотрится очень красиво. Не буду дожидаться конца полимеризации 60 секунд, потому что это у меня типсик, а не клиент, но вы полимеризуйте, пожалуйста, материал до конца. И далее добавляю объем на свой шар. Шар, шарик красивый. Я рисую снежиночку. Прям самую элементарную, которую вы только можете нарисовать. Я всегда рисую сначала один крестик. Обратите внимание, как я набираю материал. Сейчас вот сюда давайте повыше лучше поставлю. Напитала кисть полностью, прям вот прокрутила даже в пальчиках, чтобы между каждым ворсиком гель-красочка была. Но если я просто вот так вот сделаю, я думаю, вам очень хорошо видно. Давайте даже поближе. Отлично. Если я буду просто делать вот так и потом пойду рисовать. Видите, какая толстая линия некрасивая. У меня есть излишки материала на кисти. Как правильно вывести кисть из материала? Когда мы ее поставили, сейчас подальше делаю, чтобы было видно, что я делаю, в ручке я кисть проворачиваю и вытягиваю. Тем самым у меня получится тоненькая полосочка. Попробуйте это проделать со своими материалами, я уверена, разницу вы увидите. Итак, набрали материал. Сначала нарисовала один крестик, потом второй. и добавим кое-какие элементы на нашей снежинке. Я очень люблю что делать. Набираю маленькую каплюшечку прямо на самый кончик кисти. Поставила эту точку, вытянула в середку. Вновь опять набрала, поставила эту точечку, вытянула в середку. И так с каждым лучиком нашей снежинки. И потом еще по одному лучику маленьких добавим между ними. Можно еще снежок точечки добавить. здесь в общем я всегда говорю насколько вам позволяет время с данным клиентом разбежаться в дизайне. То есть время порисовать, есть время поукрашать, добавляйте. если нет времени или клиент опоздал, тут как бы да извините. Так добавили лучки. Далее еще хочу добавить по одному маленькому между ними раз сейчас я посмотрю на телефон. Ага все видно отлично. Между ними по лучку. Видите каждый раз я набираю малюсенькую капельку. То есть у меня нет излишка материала на кисти. Материалы должно быть минимум для того, чтобы дизайн получился действительно тонкий и изящный. Ой, рука соскочила. Но снежинка у меня цела. Ну что, вот наша снежиночка. Добавим еще точечек снежка. Раз. Вот эти вот точечки снежинки я очень люблю добавлять, потому что я всегда говорю, они добавляют свою изюминку. Добавили снежочка. И теперь сейчас мы все это присыпем декоративным песочком. Я его называю сахарный песочек. Почему сахарный, я кстати говоря, сама даже не знаю, но он так красиво блестит. Вот в такой коробочке он насыпан, добавили песочка, смахнули и отправили на полимеризацию. Хочу обратить ваше внимание, если лайнер гель у нас полимеризуется 60 секунд, то посыпанный вот таким декоративным песочком лайнер гель будет полимеризоваться в два раза больше. Возможно, он заполимеризуется раньше, но для полной полимеризации поставьте на клиенте время в два раза больше, чтобы перестраховаться. Ну что, с первым дизайном. А, нет, мы не закончили, у нас теневая часть под шаром, самая красивая штука осталась. Так, давайте так, в избежание траты времени на полимеризацию, я сейчас не буду дожидаться конца, потому что это все-таки у меня типсик, смахну излишки своего песочка и мы нарисуем, видите, под шариком теневая часть есть, ярко-розовая, как будто бы шар наш светится. Представим, что свет на него падает и изнутри выходят вот эти яркие лучки. Беру опять кисть для аквареля, смачиваю ее в жидкости для аквареля, набираю материал с палитры, прямо размываю материал и далее под шариком рисую теневую часть, ее нарисовала, кисти вытерла, смочила в жидкости для акварели и еще сильнее размыла. Вот такие шары я обожаю, когда этот шар живой, у него есть тень, у него есть цвет, у него есть тушевка, вот теперь наш шар готов, блин, на камере не так ярко, я еще давайте добавлю, очень хочу, чтобы вы увидели этот дизайн прям во всей красе, скажу вам честно, вот так поярче, видите какая красота, фокусируйся камера, пожалуйста, не фокусируется, что мне нужно сделать, вот отлично, вот такой шар у нас получился с теневой частью, со световой частью, красивая ниточка, светится изнутри, у нас есть объемчик у него, очень красивый 3D шар, как вам, пишите комментарии, жду, так, приступаем к следующему, давайте, дизайну, обратите внимание, акварель, как я и говорила, что в теневой части, что в зоне вот этой вот маленькой пипочки у шарика, мы не перекрываем никаким топом, потому что это химическая акварель и она будет держаться у клиента, она никуда не денется, давайте приступим к следующему дизайну, и это у нас будет, это у нас будет, давайте сделаем звездочку, сейчас разбавим немножечко наши новогодние шары, и хочу сейчас поработать с новой коллекцией шарм от Planet Nails, это гель лаки безумно красивые, с мелким серебряным шиммером, красота, спасибо за МК, побежала по делам, обязательно смотрю, пожалуйста, досматривай, Инночка, пиши мне комментарии, и будет очень круто, если ты выполнишь дизайн, и отмечишь меня, отмечишь Planet Nails, нам будет очень приятно, спасибо тебе, что была с нами, и так, возвращаемся к коллекции шарм, с мелким шиммером, серебряным, покрываем типсик, сердечки вижу, спасибо большое, взяла сиреневый оттеночек, несмотря на то, что гель лак у меня блестящий, ноготочек у меня будет матовый, даже под матовым топом эти блестки будут смотреться просто великолепно, нанесла на типсик, отправляю на полимеризацию 30 секунд, красиво очень, спасибо большое, отправили на полимеризацию, так, и готовим материалы к работе, мы будем работать, опять же, гель-паутинка, спайдер-гель от planet nails, обожаю добавлять ее в дизайны, просто можно даже паутинку накидать на ноготь, это уже будет дизайн, а если вы добавите пару блесточек, это ее можно счесть еще и за новогодний, но я люблю все-таки масштаб, люблю порисовать, сделать тушевки, затемнить, в общем, сейчас все будет, далее, 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 мы опять же поработаем с акварелькой темной, она у меня уже есть на палитре, и также мы поработаем вновь с диско коллекции, диско 151, гальты феи, спасибо большое, этот гель-лак у меня есть на палитре, вот он у меня блестящий, черная акварелька, она у меня тоже есть, и также черный лайнер, вот эти материалы мы сейчас будем как раз-таки использовать, давайте сюда еще шарм свой добавлю, чтобы если что вы отскринили и все материалы могли заказать, купить использовать, камера, фокусируйся, итак, мой ноготочек заполимеризовался, перекрываю его топом, топом вельвет, потеряла его, секунду, покрываю матовым топом, и вновь отправлю на полимеризацию, у нас сейчас будет дизайн, сейчас я вновь вам его покажу, с палитры своей, прикреплю сюда как образец, чтобы мы видели, что мы делаем, отправляем в лампу, 60 секунд, топ вельвет у нас полимеризуется, так, и давайте с палитрки я вам как раз-таки эти звездочки, которые мы сейчас будем рисовать, вот они у меня сейчас поближе, вот эти звездочки мы сейчас будем делать, я взяла светло-сиреневый гель-лак, паутинкой мы будем рисовать бантик, лайнер-гелем прорисовывать звездочку, блестки добавлять внутрь, и акварелькой затемнять под звездочкой, так, сейчас образец берем, и рядышком его кладем, чтобы нам наглядно было, что мы делаем, итак, после полимеризации снимаем остаточки диспрессионного слоя, и приступаем к паутинке сначала, нам нужно определиться там, где у нас будет наш бантик, когда мы работаем с паутинкой, что я рекомендую сделать первым делом, открываем баночку, я приготовила себе апельсиновую палочку, первым делом вам нужно перемешать ее, перемешиваем, снимаю излишки у краешек своей баночки, и далее уже приступаю к самому дизайну, дорогие мои, если я сейчас вдруг выйду из кадра, вы мне обязательно напишите, сообщите, потому что в телефон сейчас совсем не смотрю, ну, я думаю, гель паутинкой работали уже все очень легкие в использовании, тянется сам собой, вот так вот крест-накрест я делаю, как будто бы у меня бантик я повязала, что на клиенте, что на типсе, я очень люблю, смотрите, видите, ооо, свои пальчики я касаюсь, она у меня продолжает тянуться, так, теперь убираем, отправляем на полимеризацию, 60 секунд, я очень люблю работать с паутинкой, очень люблю добавлять в дизайны, потому что это быстро и очень легко, очень легко, а клиенты, как правило, вот что-то лишнее им добавили, да, в дизайн, и они уже так очень-очень рады, это приятно, все, на этом гель-паутинка у нас свою работу в этом дизайне закончила, далее берем лайнер-гель черный и я буду прорисовывать бантик и звездочку, схему звездочки я думаю, мы рисовали еще абсолютно все в садике, она рисуется достаточно просто, точно так же рисуем, как и карандашом, так, ну давайте сначала начнем с бантика, допустим, вот у меня центральная часть, я поставила точечку себе для определения, в дальнейшем у меня будет здесь теразинка сидеть, и рисую бантик, по бокам он у меня будет тоненький, а пока, а когда будет переходить к центру моего банта, линия будет становиться все тоньше и тоньше, прорисовываем бантик, и с другой стороны, здесь подправим чуть-чуть, дорогие мои, пишите комментарии, если есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь, давайте мы с вами пообщаемся, красивый дизайн, красивый дизайн, ну и ногти, ну и ногти, красивые, длиннючие ногти, мои любимые, здесь у меня бантик, с этой стороны, пускай уходит в перспективу, крутые ногти, спасибо огромное, огромное, бантик уходит в перспективу, поэтому часть с этой стороны я не прорисовываю, она у меня как будто бы за краешек зашла, далее нам нужно добавить парочку ленточек, на одной из этой ленточки будет висеть моя звездочка, раз, и с другой стороны тоненькую тоже два, нарисуем звездочку, схему из садика я надеюсь все помнят, как рисовать, Галина, ты лучше на самом деле, спасибо большое, спасибо, вы мне задавайте вопросы, какие у вас есть, спасибо огромное за комплименты, хочется также на вопросики еще поотвечать, и сейчас эту звездочку мы будем заполнять блестящим гель-лаком, но опять же, светоотражайками, моя любовь неизменно, любовь клиентов также, они обожают у меня светоотражайки, но я думаю это у всех клиентов, так мода на светоотражайки, она не выходит, клиенты их любят, делают очень охотно, и дизайнов со светоотражайками, с каждым днем становится все больше и больше, добавлю чуть-чуть яркости своей звездочки, и чуть-чуть ширины, нарисовала звездочку, отправляю в лампу на полимеризацию, 60 секунд, лайнер у нас полимеризуется, об этом не забываем, так, и еще я люблю добавлять инкрустацию, мы добавим сюда стразики и бульоночки, честно вам скажу, забыла их приготовить перед эфиром, поэтому достаю прямо сейчас, так, стразики достала, бульоночку тоже, и покажу на какой материал мы сажаем украшение, это мой любимый глу гель, это клей именно для страз, для украшения, для крупных, для мелких, абсолютно для любых, и так, после полимеризации добавляем блесточки, они у меня тоже есть на палитрике, вот у меня стоят коллекция диска номер 151, это блестки плюс светоотражайки, добавляю с объемчиком, хочу, чтобы у меня была звезда объемная, была большая, красивая и блестящая, и ту схему, которую я рисовала лайнер гелем внутри, она у меня полностью перекрылась, вот такая прелесть, в лампу, и опять же, не забываем о том, что такой материал, как блестящие гель-лаки, светоотражайки полимеризуются достаточно быстро, потому что они находятся в прозрачном гель-лаке, достаем, далее, что я здесь еще добавлю, конечно же, топ без липкого слоя, топ без липкого слоя есть классический, есть мультитоп, мультитоп, я люблю мультитоп, в нем нету F-частиц, я уже вся в лайнере, и ногти, и пальцы, но в этом вся я, могу еще и локти, и нос, и абсолютно все у меня будет, кто так же работает, напишите комментарии, пожалуйста, и так точечно эту звездочку перекрываю мультитопом, это топ без липкого слоя, тем самым этим топом я добавляю еще объема своей звездочки, я люблю объемные дизайны, объемные, особенно которые нарисованы от руки, они не мешаются, не цепляются, очень такие обтекаемые, и клиентам с ними комфортно ходить, далее поработаю с акварелькой, акварель у меня номер 300, такой темный, темный, серый, асфальтный цвет у нее, чисто черной акварели нет у нас в природе, поэтому я не могу сказать, что она черная, и также для работы использую жидкость для акварели, я буду ей тушевать, размывать свою акварельку, у меня акварель уже нанесена на типсик, вы помните, да, как я ее наносила, можно работать прям кисточкой из-за флакона, но я так не люблю, хоть тут кисть очень удобная, и в каких-то дизайнах я все-таки работаю кистью с флакона, обычно я делаю так, ставлю капельку на палитру, она у меня моментально высыхает, потому что акварель спирта содержащая, это химическая акварель, сейчас прям близко к камере поднесу, покажу, видите, как она у меня высохла, вот серую мы используем сейчас, до этого работали розовые, видите, я кисточкой вот вожу, она прям сухая, сухая, она высохла полностью, для того, чтобы мне ее размочить, я как раз таки буду кисть смачивать в жидкости для акварели, и так, приступаем, кисть смачиваем, и смотрите, что происходит, я наношу, и начинаю размывать, не сфокусировалась, да, давайте сейчас еще разочек, кисть смачила, и начинаю размывать ее на палитре, тем самым она набирается на кисть, и далее я хочу сделать тень под звездочкой, тень под звездочкой, тень под своей звездочкой, маленькую тень под боковыми лучиками, и такую тень, чуть-чуть ее размою, смочила в жидкости, и размыла границу, и хочу сделать поярче под самой звездочкой, прям вот побольше акварельки нанесу, чтобы еще и на камеру, так, жидкость для аквареля можно на спирт заменить, можно, жидкость спиртосодержащая, но я все-таки не рекомендую, не зря же у нас технологи создают материалы, именно акварель, жидкость для аквареля, полигель, жидкость для полигеля, да, чтобы материалы помогали друг другу в работе, друг другу, и никак не мешали сохнуть, как акварелька сейчас, да, либо полимеризации в случае полигеля, вот такая теневая часть у звездочки у нас получилась, я сделала ее поярче, чтобы на камере было почетче видно, если вы считаете, что вы где-то переборщили, смочили кисть в жидкости для акварели и подмыли, я на самом деле, вот так вот экспериментировать, какие-то материалы заменять, удешевлять не пробовала, но если вы хотите, то, конечно, попробуйте, спиртом акварель размоется в любом случае, на этом все с дизайнами, с теневой частью, осталось добавить украшения, и я беру уже в работу глу-гель, где он у меня, вот, глу-гель, это гель-клей для страз, для украшений, ой, у меня даже запечатанный, посмотрите-ка, я настолько часто, он у меня кончается, я его перезаказываю, что я уже даже и забыла, что у меня опять пришел он новый, потому что, если посмотреть профиль мой на страничке, да, раньше я опубликовала очень много работ, сейчас меньше, но статистику можно увидеть, что у меня очень много работ с украшениями крупными, очки сломаю, кому вы очки сломаете, непонятно, итак, глу-гелем я ставлю капельки там, где у меня будут стоять мои украшения, это центр бантика, и я еще люблю в таких звездочках, по лучикам добавлять по бульоночке, их потом также можно обвести глу-гелем, и у клиента они никуда не денутся, и будут сидеть до последнего, до коррекции, открываем бульоночки, и стразинка мне нужна всего лишь одна, поэтому я тут много их высыпать не буду, добавили стразик в центр нашего бантика, люблю, конечно, я работать с украшениями, все-таки апельсиновой палочкой, потому что она пожестче, и ей можно распределить, передвинуть бульоночки, либо стразики, кисть она мягкая все-таки, и ворс начинает гнуться, не очень удобно, плюс ко всему тратится много времени, поскольку я мастер все-таки конкурсный, мастер, инструктор, и в конкурсах важно не только качество исполнения, но и скорость, и поэтому, когда мы тренировались к чемпионатам, на конкурсных тренингах, мы убирали все лишние движения, либо заменяли их, либо ускоряли какими-то другими инструментами и материалами, но лишь бы сократить время, ну и естественно привычка у меня осталась, если я сейчас здесь понимаю, что мне будет проще сработать апельсинкой, выложить свое украшение, конечно, мне проще бросить кисть, взять апельсинку, быстренько все выложить, отправить на полимеризацию, и сказать клиенту до встречи в следующем месяце. Мой дизайн готов. Пока я тут с вами болтала. Галина, это же сколько нужно терпения, чтобы создавать такую красоту. Какую именно? Дизайн или мои ногти? Дизайн готов. Вы посмотрите, прелесть. Отправляем в лампу на полимеризацию и говорим клиенту до встречи в следующем месяце. Немножечко тут бульонок просыпала. Так, и то, и другое. Но смотрите, на самом деле дизайны выполняются эти очень быстро. Почему сейчас я это делаю долго? Неудобное положение. Вы должны понимать, да, то, что у меня висит все-таки телефон. Я немножечко такая скрюченная, сижу тут за боку. Если бы была у меня тут скрытая камера, меня снимали и, я не знаю, сфотографировали, в каком положении ведутся прямые эфиры, снимаются мастер-классы. Ну, конечно, это не очень удобно, поскольку сейчас в неудобном положении делается чуть подольше. На клиенте все это на раз-два. Ну, вы волшебницы, творите такую красоту. Спасибо большое. Вот, на клиенте это делается все намного быстрее. Как мы можем это еще ускорить на клиенте? Ну, конечно, отработать наши типсы. Сделать не один типсик с дизайнами, а сделать несколько. Ну, вот, например, в двух цветах. Белый, черный. Здесь, кстати говоря, добавляла еще, брызгала вот этой акварельной, акварельными капельками делала брызги для черных точечек, чтобы они у меня были. Нужно отрабатывать дизайны в нескольких вариантах для того, чтобы ускориться, понять, где движения лишние, где можно это сделать побыстрее, где нужно прорисовать потоньше, уделить побольше внимания и довести уже до автомата свою работу. Что касаемо таких ногтей, как у меня, здесь, конечно, не то, что даже усидчивость, наверное, нужна. Здесь важна огромнейшая любовь к таким ногтям. Но по-другому никак. Так, секунду, потеряла еще один типсик, еще же один дизайн мы хотели с вами сделать. Нашла. Вот. Огромная любовь к этому делу, к этим ногтям, именно к моделированию. А моделирование у нас возвращается в моду. Все хотят длинные ногти, красивые. Сейчас все... Сейчас интернет кишит выкладными френчами. Вот у меня тоже выкладные френчи. Я в последнее время хожу только с ними. С выкладными, я имею в виду. Естественно, глядя на это, глядя на картинки в интернете, на фотографии моих работ, на мои ногти, мои клиенты, больше 50% ходят тоже с длинными ногтями, с выкладными френчами. Так, сейчас я отвлекусь на то, чтобы приступить к следующему дизайну. И продолжим с вами болтать. Вот у меня тут сколько всего. Так, еще мне нужен будет топ-фикс. Сейчас у нас будет мега-обширный дизайн. Мега-обширный дизайн. И сейчас я вам его покажу. Прям секундочку я его достану. Будем делать вот такой новогодний шар. Здесь на типсике у меня выполнен градиент. Сейчас градиент мы делать не будем. Покроем в однотончик его. Также у меня здесь есть в дизайне слайдер. Роспись тонкие линии. Сам шар у меня с двух сторон создан двумя гель-лаками магнитными. И сделана присыпочка опять моим любимым сахарным песочком. Почему я его называю сахарным, я не знаю. Вот убейте, не знаю. Итак, давайте по порядку. Сначала я буду использовать коллекцию поталь номер 354. Язык уже заговорился. Мы с вами уже здесь почти час. И покрываю ноготочек. Что это за коллекция? Это гель-лаки с мелко рубленной поталью. Скажу прямо. Прикол в том, что эта поталь не торчит. Она настолько ровно, гладенько у нас ложится в гель-лаке, я была в восторге, когда мне прислали эту коллекцию на обзор. Я в нее влюбилась. И ее также очень сильно любят мои клиенты. Ну, как говорится, что любит мастер, то любят его клиенты. Нежно-голубенький оттеночек. Такой чуть-чуть полупрозрачненький. Но я его делаю в один слой. Потому что вот этот розовый, который выглядывает чуть-чуть из-под него, очень красиво смотрится. Итак, это использовали поталь 354. Галина, вам процветание в своем деле. Спасибо огромное. Так, 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 так. Убираем его в сторонку. Далее нам нужно на наш ноготочек посадить слайдер. Я, кстати говоря, слайдер подготовила уже заранее. Я его вырезала. Берем любую зеленую веточку новогоднюю. Прям вот какая понравится. Можно с шишечкой, можно без шишечки. Нету слайдера, нету наклеечки. Буквально 5 взмахов кистью с зеленой гель-краской. Вот вам веточка. Отправляю в водичку, потому что это у меня слайдер. Это у меня пленочка. Тем временем мой гель-лак дополимеризовался. Сейчас посадим слайдер. И я его зафиксирую топом фикс. Что это за топ? Это топ на лаковой основе. Это у нас фиксирующий топ именно для таких дизайнов. Для втирки, для потали, для фольги, для слайдеров, наклейки и так далее. Так, тем временем мой слайдер уже подготовился к работке. Снимаем его с подложечки. И ставим на типсик. Я обычно... Ну, конечно, я могу вам сказать, что можно его прижать силиконовой кисточкой. Но, опять же, поскольку я конкурсный мастер и мне важно все делать достаточно быстро, я это делаю пальчиком. Ну, как бы, извините. Да? Так. Поставили слайдер. Далее перекрываем топ фикс. Я все-таки за сокращение времени, потому что время это у нас самый дорогой ресурс. Тонким слоем перекрываю свой слайдер. Прям не весь ноготочек, а вот, грубо говоря, половинку тоненько. И отправляю в лампу на полимеризацию. Напомню, он прям так и называется топ фикс. Топ фикс фиксирующий топ для дизайнов. Втирка, поталь, наклейки, слайдеры, все что угодно. Убираем в сторонку. Сейчас мы его вот сюда по порядку все буду вам здесь выставлять, что мы используем. Поталь топ фикс. Далее перекрываю все это матовым топом. Но я не просто матовым топом работаю, я работаю топом вельвет. Он мне очень нравится по своей консистенции. То, как он выглядит на ноготочке, на тактильные ощущения потом на ноготочке. Я от него в восторге. Покрываем типсик и отправляем вновь на полимеризацию 60 секунд. Покрываем типсик. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно мне пишите, не стесняйтесь в комментариях. Топ вельвет полимеризуется 60 секунд. Ставим его дальше сюда. Так, далее мы нарисуем сначала красивый шар. В шаре у меня будет черная подложка. Сейчас объясню почему. Под все практически магнитные гель-лаки я использую черную подложку для того, чтобы создать эффект вау. Я его просто обожаю, говорю о нем всегда и везде, в прямых эфирах, в мастер-классах, на обучениях, абсолютно везде. Черный гель-лак ставим на палитрику. Привет-привет, всем привет! Как круто, что вы присоединяетесь. Я очень рада. Но мы здесь уже 59 минут и 10 секунд. Это у нас наш третий дизайн завершающий. Но очень красивый и очень объемный. Итак, далее беру кисть, которую я прокрашиваю в зоне у кутикулы. Она у меня не очень тонкая, чуть-чуть потолще. Здесь не обращать внимания, я показывала акварельку. И рисую черным свой шарик. Можно это сделать без подложки. Здесь уже как захочется вам. Но я говорю еще раз, что я обожаю эффект вау. Без него никуда, ни в одном из наших дизайнов, ни в одной из нашей работе, никуда. Нарисовала себе кружочек и далее заполняю его. И далее сейчас у нас в шаре начнется все самое интересное. У нас будет два гель-лака цветных магнитных. И мы их будем отмагничивать в разные стороны. А вы мне подскажите, пожалуйста, напишите мне в комментариях, не сильно ли я бубню именно в микрофон телефона. Потому что я вам напомню, что в не очень удобном положении нахожусь. Черный шарик нарисовали, отправили на полимеризацию. Далее в работе я буду использовать два магнитных гель-лака. Еще одна моя любимая коллекция. Это коллекция призма. Это магнитные гель-лаки. А на клиентах их можно отмагнитить. Можно не отмагничивать. Бывайте такое, что я наношу на ноготочек, допустим, в тонкий слой. Провный, да? Чтобы клиент вас приятно слушать. Спасибо большое. Наношу в тонкий слой на ноготочек клиента. Ну, например, давайте вот даже на своем. Прям вот тоненько, практически втирающим слоем наношу фиолетовый. Сейчас камера у нас сфокусируется. Оп. Видите, какой красивый. Клиенты это видят и говорят, все, мне ничего не надо отмагничивать, оставляй мне так. И мы уже ничего не отмагничиваем и оставляем так. Как бы я не убеждала клиента, что если еще отмагнитить, будет еще красивее. Нет, некоторые хотят оставлять так. Ну, хотите, ради бога. Итак, у нас номер 344. Это фиолетовый. Он блестит и переливается, как бензин. Вот я его сравниваю с бензином. Очень красивый. Я просто без ума от этой коллекции. Если я не ошибаюсь, она вышла года, наверное, полтора или два назад. Но я до сих пор по ней страдаю. И второй номер 351. Это синий оттенок. Он также блестит, переливается, как бензин. Безумно красивый. Ставим его вот сюда же в нашу коллекцию. Это материальчики, которые мы используем. Давайте я в два рядочка начну ставить, а то там уже из кадра выходит у меня. Материалы. Итак, мой черный шар заполимеризовался. Далее вновь беру свою кисть, которая не очень тонкая. Все-таки для прокраски. И рисую прям вот половинку шарика. Можно чуть-чуть зайти на левую сторону. Чуть больше половинки прокрасить. Но в таком тонком-тонком слое. А в правую сторону увести все-таки объем синего гель-лака. Магнитного. С объемчиком его здесь нанесла. Отлично на камере видно. Далее мне нужен будет магнит. Капочки. У меня, смотрите, магнитики. Вот я их как достала из ящика. Они у меня склеены. Сейчас я их отсоединил. Ой. Ну вот так вот и оставим. Не буду разъединять дальше. И далее отмагничиваю блик. На камере видно. Я смотрю, я слежу. Видите, какой красивый получается. Можно им поиграться. Но я его хочу вот сюда вот вправо вывести. Оп. Убрали резко магнитик. Полимеризуем. Буквально 10-15 секунд. Не забываем о том, что это блестящий гель-лак. Кисть вытираю о сухую салфеточку. Не промываю ее в жидкости. И уже беру следующий цвет. Фиолетовый. Наношу вторую половинку. Также левее беру с объемом. И вправо ухожу на нет. Объемчик убираю. Еще хочу объема добавить. Добавляем объема. И также уже отмагничиваю с другой стороны. Так. Штатив задело. Извиняюсь. Сейчас на камере я сфокусируюсь, чтобы не было видно блик. Вот. Блик виден. Видите, я им играю. Раз. Раз. Сюда его влево увела. Резко магнитик. Раз. Убрали. И у меня двухцветный шар. Очень красивый, который переливается с двух сторон. Отправляем на полимеризацию. Опять же. 10-15 секунд. Дорогие друзья. Мы с вами уже в прямом эфире более одного часа. Это очень круто. Кому нравится, накидайте мне реакции в комментарии. Шлите мне какие-нибудь смайлики. Во-первых, мне будет приятно. Сердечки вижу. Отлично. Спасибо. Мне это будет приятненько. Итак. Далее. Добавляю объем на свой шарик. Опять же, можно это сделать прозрачным моделирующим гелем. Я это обычно делаю однофазным гелем прозрачным. У него средняя консистенция. А вот теперь кисть от гель-лака я уже промою. Набираю шарик геля. И переношу его на типсик. Формирую свой новогодний красивый объемный шар. Я всегда сначала прокрашиваю по периметру. А материал уже объемчик тянется за кисточкой сам по себе. Собрала все в центре. И могу перевернуть свой типсик, чтобы у меня материал все-таки сфокусировался в центре. Идем, какой объемный получился. Красавец. Чуть-чуть. Сейчас мы его подровняем. И отправляем в лампу на полимеризацию. Далее все по классике. Топ без липкого слоя. Который визуально нам добавит еще объема. И здесь хочу нарисовать бант. Не просто бант, а внутри он у меня будет тоже со светоотражайками. Я люблю добавлять как можно больше гель-лаков. Как можно больше цветов. Как можно больше элементов. Потому что этим создается эффект вау. Не забывайте про него, дорогие друзья. Итак, топом без липкого слоя прокрашиваю свой шарик. Покрываю топом. И точно так же отправляю на полимеризацию. Сейчас чихну. Ой, простите, пожалуйста. Неожиданно в прямом эфире. Итак, приступаем к прорисовке сейчас бантика. Мы это будем делать черным лайнер-гелем. Сейчас я его найду, потеряла. И вот сюда вот к нам добавим черный лайнер-гель. Напоминаю о том, что этот материал для прорисовки, именно тонких линий. Напитываю кисть. Напитали кисть. И рисуем бантик. Я переверну чипсик вверх ногами. Также вы можете... Будь здоровы! Спасибо большое! Я так и знала, что сейчас в комментариях начнется. Будь здоровы! Ну, ладно. Так, в бантике. Смотрите, рисую сначала такой квадратик. Это у меня узелок у моего бантика. И далее рисую объемные вот эти вот ленточки. На самом деле, в прямом эфире, ну, так, для... Просто для справочки вам скажу, что я чихаю в первый раз. Но, блин, все мы люди. Что поделать? Так, рисуем объемную ленточку. Прям вот с объемом. Кстати, еще раз скажу о том, что ручка клиента у нас поворачивается в разные стороны. Потому что мне часто говорят о том, что на типсе-то рисовать легко. Он крутится в разные стороны. А вот руки клиента нет. Но это же неправда. Покрутите свою ручку в разные стороны. Прямо сейчас вот это сделайте. Прямо вот в разные стороны. Вверх, вниз, в один бочок, в другой. Крутится же правильно так же и у наших клиентов. Ради красивого дизайна ручку повернуть они смогут. Прорисовываем бантик. И далее я люблю еще делать внутри прорисовочку. Разграничивать изгибы банта. Например, что я имею ввиду. Например, у меня есть один загиб вот здесь. Выглядывает внутренняя часть бантика. Раз, обвела ее. Видите, он уже какой объемный становится. Блин, это круто. У меня кончился материал на палитре. Я добавлю еще немножечко лайнер геля себе. Для того, чтобы дорисовать свой бантик. Так, один изгиб нарисовали. И, например, вот здесь у меня вылазит еще один загиб. С внутренней стороны. Живой бантик получается. Галина, хоть я не мастер по ноготочкам, но залипла на твоем эфире. Ой, Танюш, спасибо большое. Очень приятненько. Также загибы, которые внутренние, добавляем. И с другой стороны нашей ленточки. Можно эти загибы сделать поменьше. Можно сделать побольше. Это уже на ваше усмотрение. Можно немножечко вот сюда спустить. Как будто бы ленточку у нас с бантика нашего свисает. С одной стороны и с другой стороны. Вот таким вот образом. Красота. И далее, здесь же, сейчас же, я нарисую ниточку. Вот она у меня ниточка. И фокусируется. Ага, ниточка, на которой висит мой бантик на веточке. Видите, он с одной стороны огибает веточку и с другой. Все как будто бы по-настоящему. Итак, я нарисую как будто бы у меня вот с этой стороны. Раз уходит за веточку, а вот с этой стороны нарисую, как будто бы он ее огибает. Она, веревочка моя. И потом мы ей добавим жизни при помощи белого лайнера и сахарного песочка. Почему сахарный? Объясните мне в комментариях, почему я вас зову сахарным песочком. Отправляю в лампу на полимеризацию. 60 секунд. Лайнер гель, материал для тонких линий. И немного добавлю еще блесток. А давайте добавим, сейчас прям секунду я отвлекусь, для того, чтобы взять гель-лак. Я его не готовила, но очень хочу добавить сюда. Это коллекция диско-хамелеон. Переливающиеся блестки со светоотражайками. Они нереально крутые. Я их покрываю на клиентах. Можно в тонкий слой, можно в плотный слой, в два слоя сделать. Кладу в виде дизайна у кутикулы. Они очень здорово смотрятся. То есть, как будто бы, господи, аквариум. Как будто бы аквариум у кутикулы можно им сделать, да? Перекрыть потом, например, молочкой. И будет очень круто. Сфокусировалась. Также добавить выкладные френчи. Если это моделирование, можно сделать полупрозрачный кончик, опять же, с этими блестками. Вот именно у этой коллекции диско-хамелеон. Ее можно использовать в миллион дизайнах. Давайте добавим именно их. Ставлю на палитрику свою капельку. Далее типсик у меня заполимеризовался. Я вновь беру кисть и тихонечко прокрашиваю, заполняя каждую частичку бантика отдельно. Для того, чтобы не перекрыть черный лайнер. Тем самым, каждый элемент у меня объемен по-своему. То есть, у меня банк не целиковый получается, а все-таки по отдельности. Так. Красота. И не забываем серединку, где у нас узелочек. Все. Отправляю в лампу на полимеризацию. И опять же, ненадолго. Прям секундочек 10. И так же, эти частички по отдельности покрываем топом без липкого слоя. У меня это мультитоп. Топ без УФ частичек. Сейчас я его поставлю на палитрику себе, потому что он у меня тоже закончился. Так же поставлю сюда. Мы его использовали в этом дизайне. Каждую частичку покрываю отдельно. Центральную часть бантика. С другой стороны центральную часть бантика. И покрываю прям с такой капелькой с объемом. Тем самым у меня получится практически хрустальный бант. Буквально по 5 секунд полимеризую. И продолжаю рисунок. То есть, я делаю поверхностную полимеризацию. И полную полимеризацию я сделаю вот сейчас, когда дорисовала все элементы в своем бантике. На 60 секунд ставим. Далее мне нужно будет нарисовать красивый снежочек. Я буду использовать белый лайнер гель. Это гель для тонких линий. И так же буду использовать декоративный песочек. Белый лайнер гель на палитре у меня уже есть. Поэтому я его просто поставлю сюда. В свою коллекцию материалов, которые использую в этом дизайне. Кисть для тонких линий. Промываем. Потому что я работала до этого черным лайнером. Промываю в жидкости для снятия дисперсии. Достаем наш ноготочек. Достаем наш ноготочек и рисую снежочек. Там, где он у меня лежит. Он у меня лежит на веточке, на веревочке сверху. Чуть-чуть на веточке, допустим, вот здесь вот на шишечке. На красивой. На еловой ветке вот здесь он у меня. Далее. Также у меня снежок может лежать на бантике. Чуть-чуть его добавлю. С другой стороны можно либо пообъемнее, либо чуть-чуть сместить фокус расположения снега. И также у меня снег лежит на шарике. И вот так. Красиво? Очень. Все это посыпаю блестящим декоративным песочком. Кисточку потеряла. Сейчас, секундочку. Так, так, так. Не могу найти сварки. Давайте. Кисточку тоненькую не нашла. Вот возьму прям большую и прям ей посыплю. И отправляем на полимеризацию. 60 секундочек. И наш дизайн красивый, блестящий, дорогой готов. Так, давайте я сейчас выложу дизайны, которые мы сегодня делали. Полностью вам покажу. Палитру убираем. Если у вас есть какие-то вопросы, мне обязательно сейчас пишите, задавайте. Давайте с вами поболтаем. У нас еще есть парочка минут. Так, наши шарики. Наши шарики. И дополимеризовываются. Сейчас смахну остаточки сахарного песочка. Вы посмотрите, какой красивый, какой красивый шар. И с кристальным бантиком. И снежок здесь есть. И еловая веточка. Даже шишка нарисована красивая. И шар двухцветный. При помощи магнитных гель-лаков мы его сделали. Красота. Также под него можно сделать теневую часть. А давайте и добавим. Ага. А вот и не закончили мы с дизайном. Теневую часть давайте сделаем также акварельными капельками. Смочила кисть в жидкости для аквареля. И вот подтеняем под шариком. Видите, темнее становится. Ставим тень. Вот. Теперь дизайн готов. Красота. Так. Давайте сейчас я переверну камеру. Где ее мне здесь перевернуть? Раз. И снова я. Здравствуйте. И снова здравствуйте. Мы с вами в эфире уже час восемнадцать. Вы представляете себе, какие мы с вами молодцы? Какая молодец я, что показала вам дизайн. Какие молодцы вы, что вы присутствовали со мной в прямом эфире. Писали комментарии. Были активны. Не забывайте повторять эти дизайны. Фотографируйте. Отмечайте мою страницу. Planet Nails. Мы будем очень рады вашим отметочкам. Сердечки летят. Я вижу. Спасибо вам огромное. И пишите. Конечно же пишите о том, что понравился ли вам прямой эфир. Если понравился, хотите ли еще. Если хотите еще, то что бы вы хотели, чтобы я вам показала. О чем рассказала. Либо это будет просто эфир, болтушка. Не знаю, например, о материалах. Мы будем очень рады вашей обратной связи. Сердечки летит море. Спасибо. Спасибо огромное. Я завершаю свой эфир, раз вопросов нету. Спасибо вам огромное, что были со мной. Олечка, спасибо вам. Спасибо, спасибо. Завершаю эфир. До встречи. Я очень надеюсь, что наши прямые эфиры. Это уже второй прямой эфир совместно с Planet Nails. Я очень люблю эту компанию. Я являюсь ихным технологом. Я очень надеюсь, что это войдет в традицию. И мы будем встречаться с вами очень часто. Не только в преддверии Нового года, новогоднего Пилилова. Но и в январе, и в феврале, и в марте. И, в общем, круглогодично. Пишите нам обязательно. Мы ждем обратную связь. Спасибо вам большое еще раз. Всем хорошего, приятного вечера. Пока-пока.